Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Теперь, когда мне надоело обновлять состояние своего криптовалютного портфеля каждые 5 минут, пришло время для математики, истории и биткоин. В прошлый раз мы пытались угадать, что будет с ценой биткоина после пробития 50 тысяч долларов. Если ты не видел это видео, посмотри его обязательно. Сегодня давай попробуем понять, что будет с биткоином после пробития старого исторического пика, которое уже свершилось. Биткоин достигал 70 тысяч долларов, тем самым преодолев пик цены, который мы установили в далеком 2021. И, кстати, то, что мы один раз угадали, совершенно не дает гарантии, что мы угадаем снова. Имей это в виду. Спасибо всем за лайки, комментарии, подписки. И сейчас очень важное время для нас, потому что, как ни странно, мы до сих пор являемся ранними инвесторами в биткоин. Люди уже говорят, что пора фиксировать прибыли, пора продавать, и это нормально. Как минимум стоит вернуть свои вложения. Но, как по мне, продавать биткоин даже за 70 тысяч долларов, зная его природу, поняв его, и самое главное, поняв природу фиатной валюты, обычного доллара, рубля и так далее, это буквально-таки преступления перед своим будущим. Я не даю финансовых советов, но для меня 70 тысяч долларов за биткоин все еще очень мало. Криптовалютный рынок достиг 2,5 триллионов долларов. Биткоин около 68,5 тысяч долларов. Эфириум достигал 4 тысяч долларов. Жадность на рынке достигла 82 пунктов. Но это не 95, конечно же, но тоже очень высоко. Итак, 99 тысяч долларов через 40 дней. Возможно ли это? И что же произойдет за эти 40 дней, которые у нас остались? Конечно же, халвинг. Халвинг произойдет уже через 40 дней. Давай посмотрим на этот график от Glassnode с новыми метриками спотовых данных для всех криптовалютных бирж. Мы видим соотношение спотовых покупок и продаж биткоина. Брайан Армстронг, создатель Coinbase, говорит нам, что этот трафик биржи взлетел катастрофически. Вот почему Coinbase по случайному совпадению постоянно отключается и испытывает сбои, на что ругаются отдельные пользователи и инфлюенсеры. Но в долларовом выражении, да, это самый высокий объем спотовой торговли, когда-либо зарегистрированный на Coinbase. Ближе всего к таким объемам мы были только в 2021, когда биткоин впервые достиг исторического пика в 69 тысяч долларов. И здесь важно отметить, что это объем спотовой торговли, выраженный именно в долларах. Так как значение в количестве монет биткоина меньше, чем в том же 2021. Вкратце, это все равно означает, что розничные инвесторы начинают возвращаться на рынок. Начинают испытывать фома. Но продают ли они или покупают? На этом графике мы видим, что по сравнению с 2021 годом вот здесь продажи гораздо ниже, хоть и испытали небольшой прыжок в последнее время. Иными словами, розничный инвестор сейчас покупает больше, чем продает. И это уже попахивает временами фома на фоне истощения запасов не только на централизованных биржах, но даже на внебиржевых площадках. Это и подводит нас к этому твиту о биткоине за 99 тысяч долларов через 40 дней. Это исторически возможно. Чистый приток биткоинов с начала года составил 182 тысячи монет. Из них 120 тысяч монет за последние 30 дней. Эти 120 тысяч биткоинов за последние 30 дней привели к 45% росту цены биткоина. И если мы сохраним эти темпы, то до халвинга чистый приток составит 300 тысяч биткоинов. Это увеличение на еще 120 тысяч монет. А цена биткоина вырастет еще на 45% до 99 тысяч долларов до халвинга. 68 с половиной тысяч долларов, если прибавит 45%, получится 99 тысяч долларов. Возможно ли это? Вполне. Мало кто говорит о такой вещи, как множитель, мультипликатор для биткоина. Я упоминал его лишь несколько раз за последний год. Хотя это очень важная тема. Множитель биткоина – это число, на которое умножается рыночная капитализация биткоина каждый раз, когда кто-то вкладывает в него 1 доллар. Обрати внимание на эту таблицу. Здесь мы видим притоки денег в биткоин, его цену, изменение рыночной капитализации и так далее. И на основе этих данных мы можем посчитать множитель капитализации биткоина. Мы видим, что с ноября прошлого года до марта этого года цена биткоина выросла с 41 тысячи долларов до 61, сейчас уже больше. Однако рынок движется так быстро, что данные видео могут несколько устаревать. Я просто-напросто не успеваю делать эти видео так быстро. Итак, на основе притока средств, начальной цены, конечной цены, дельты рыночной капитализации и так далее, множитель биткоина получается 73,60. Интересно, что в последний раз, когда он выкладывал подобную таблицу, множитель был чуть ниже 60. Давай еще математики. У меня есть еще вот такая таблица, где находится очень подробная статистика каждого дня каждого спотового биткоина ETF, а за все время их существования. Если не учитывать Grayscale, который, как мы знаем, продает даже сейчас, хоть и продажи стали меньше, в среднем притоки в эти ETF составляют 500 миллионов долларов в день, полмиллиарда. Кстати, рано или поздно продажи Grayscale и вовсе иссякнут и будут нулевыми. И здесь есть 4 сценария. Еще раз, средний приток денег в ETF сейчас составляет 500 миллионов долларов в день. Далее возьмем 4 сценария. Первый, если поток сохранится на таком же уровне, 100%. На протяжении оставшихся 252 дней 2024 года после халвинга, то есть 500 миллионов долларов в день. И еще 3 сценария. Если поток сохранится на уровне 25%, то есть 125 миллионов долларов, 50% 250 миллионов долларов и 75% 375 миллионов долларов. Возьмем минимальный вариант с 25%, то есть когда поток ETF составит 125 миллионов долларов на протяжении 252 дней после халвинга. Это те дни, которые останутся до конца 2024 года после даты халвинга. Мы получим рост рыночной капитализации на 2,3 триллиона долларов. Иными словами, капитализация биткоина будет расти на 9,2 миллиарда долларов в день. Что и приведет к росту цены биткоина на 155 261 доллар за монету через 292 дня после халвинга. И это первый сценарий, если поток денег в биткоин сократится в 4 раза от текущих. Но вот что интересно, спотовые биткоины ETF торгуются всего 40-45 дней, а импульс все нарастает, потоки растут. Цена биткоина с момента запуска удвоилась, денег становится больше, все больше фондов заходит, больше потоков ETF, больше розничного фома. И все это происходит в одно и то же время, одновременно. Это похоже на идеальный шторм. Лучшего коктейля и не придумаешь. И я писал у себя об этом в телеграме, конструктор не смог бы сложиться идеальнее для биткоина. Но давай посмотрим еще на некоторые цифры. Например, если поток в спотовые биткоины ETF составит 50% от текущих, то есть 250 миллионов долларов в день. В таком случае биткоин в будущем может вырасти на 310 522 доллара. Если поток сохранится на уровне 75%, это 465 тысяч долларов. Если на уровне 100%, как сейчас, 621 тысяча и 45 долларов сверху. Да, я знаю, в это сложно поверить. Но что еще ужаснее в хорошем смысле этого слова, этот множитель в 73,6 в будущем, после халвинга, станет еще больше. Потому что мы сократим предложение монет и получим ситуацию, когда то же количество денег будет соревноваться за гораздо меньшее количество актива. Это формула экспоненты. Я знаю, что это звучит невероятно. Я знаю, что это звучит как ложная надежда и так далее. Но когда-то и 70 тысяч долларов звучали так же. Давай посмотрим на третью модель прогнозирования цены биткоина. Это история всех старых эпох биткоина и того, что происходит с ним спустя год после халвинга. Первая эпоха красная, вторая зеленая, третья синяя. И в первую эпоху, спустя год после халвинга, биткоин вырос на 7745%. На тот момент цена биткоина составляла всего 10 долларов, поэтому такие огромные проценты и были возможны. Но сегодня это можно игнорировать. Во второй эпохе биткоин вырос на 403% спустя год после халвинга и в третьей уже на 366%. Как мы видим, приблизительно похожие отметки, около 400%. Если мы предположим, что в этой эпохе биткоин вырастет на 350% спустя год после халвинга, его цена может достичь 315 тысяч долларов к апрелю-маю 2025 года. И если мы сравним получившуюся отметку в 315 тысяч долларов с этой таблицей, то мы поймем, что наиболее вероятен второй сценарий развития событий, когда поток денег с потовой биткоин-этфы сократится приблизительно вдвое на 50%, что выльется в цену биткоина около 310-315 тысяч долларов. Для меня это просто невероятная цель, хотя и биткоин-максималист. Безумная, как и сама криптовалюта. Ведь разве не безумие, когда люди превращают тысячу долларов в миллионы на каком-нибудь пепе? Но мы для этого этим и занимаемся. Криптовалюта может радикально изменить наши жизни. Если посмотреть на историю, на модели, то за всю историю биткоина мы никогда не попадали в ситуацию, когда предложение биткоина так радикально уменьшалось. В этом году биткоин станет дефицитнее, чем когда-либо вообще. Также никогда в его истории не было такого количества институциональных денег, которые нашли безопасный, простой и легальный способ течь в биткоин. Если мы соединим эти вещи вместе, взрыв цены просто неизбежен. Посмотри на это. Инвесторы переводят около 25 миллиардов долларов в неделю в фонды денежных рынков. Зачем? Затем, что это стабильная процентная ставка на казначейские векселя США, которую они получают. И, кстати, она сейчас выросла до 5,2%, что является самой высокой ставкой за последние 16 лет. Однако даже такой ставки недостаточно для удовлетворения всех потребностей в финансировании. Кто-то говорит, что инвесторы ожидают снижения ставки, кто-то, что они ждут краха рынков. Но суть в том, что более 6 триллионов наличных денег лежит вне рынков. И после снижения ставки, когда держать их там станет менее выгодно, эти деньги могут вернуться в акции, технологии, криптовалюту и биткоин. Подожди немного, и ты увидишь это. Это дополнительные деньги, важно отметить. Не основные, а дополнительные. Если бы биткоин был магазином, где его монеты были бы товарами, то сейчас он выглядел бы как-то так. Ведь, как мы видим на этом графике, биткоин рекордно выводят с бирж. Видишь, как здесь собирается идеальный шторм? Если ты не взволнован этим сейчас, наверное, тебе вообще не стоит смотреть видео про биткоин. Фредди Крюгер пишет. В спотовых биткоин ETF должны быть триллионы долларов, а не всего лишь 15 миллиардов долларов. Подумай вот о чем. Рынок облигаций США это 51 триллион долларов. Рынок облигаций Китая 21 триллион. Японский рынок 13 триллионов. Французский 4 триллиона долларов. Если сложить все это вместе, получишь около 89 триллионов долларов. Фондовый рынок США это 50 триллионов долларов, которые раздуты в немалой степени благодаря печати денег. И спотовый биткоин ETF это единственное средство защиты от этой печати, пишет Фредди Крюгер. Это золото следующего поколения. Традиционное золото весит 15 триллионов долларов. И именно такого же размера должен быть и биткоин. И люди говорят про 10 миллиардов долларов в ETF-ах. Это число должно быть больше, как минимум на два нуля. Иными словами, он считает, что количество денег в спотовых биткоин ETF-ах должно вырасти в 100 раз от текущих в будущем. Ты еще недостаточно шокирован? Я уже. Мне сложно верить в такое, но математика и история говорят, что это возможно. Джо Бернетт замечает интересную вещь. Ставки еще не снижены до нуля. Денежная масса еще даже не растет. Ликвидность растет совершенно немного в разных странах. А биткоин уже на новом историческом пике до халвинга. 70 тысяч долларов за биткоин за 40 дней до халвинга. До того, как ставки снизили. До того, как денежную массу снова раздули. 800 триллионов долларов фиатных активов. Вот-вот попробуют хотя бы на 1% вложиться в биткоин, чья рыночная капитализация всего 1,3 триллиона долларов. И большая часть из этих монет не для продажи. Вот почему мы говорили про множитель для биткоина, который сейчас составляет 73,6, а затем будет расти еще больше. Представь себе, совсем небольшую часть из этой суммы, хотя бы 1%, который входит в биткоин. Я никогда не продам биткоин. Полностью. Да я буду фиксировать прибыли, но я полностью никогда не избавлюсь от биткоина. Это невозможно, пока я в здравом уме. Я просто не могу себе такого позволить. Тим Дрейпер, топ-менеджер Кремниевой долины, венчурный инвестор, большой биткоин-бык, умный парень, считает, что Сальвадор может стать одной из богатейших стран мира. Благодаря инвестициям в биткоин. Об этом он заявил в недавнем эпизоде программы Web3 Deep Dive с Рэйчел Вольфсон. Позиции Сальвадора в биткоине выросли на 60% и сейчас составляют 200 миллионов долларов. ВВП Сальвадора составляет всего 30 миллиардов. Да, я знаю, что 30 миллиардов звучит как огромнейшая цифра, но для страны это мало. ВВП Сальвадора растет всего на 2% в год. Но если их позиция в биткоине даст 10 иксов, это приведет к росту их ВВП на 7%. Смысл этого в том, что страны с развивающейся экономикой увидят это, увидят, что происходит и скажут, да что же мы вообще делаем? Нам нужно хотя бы часть нашего государственного баланса разместить в биткоин. И как только центральные банки перестанут покупать свое нелепое, старое, манипулируемое золото и начнут покупать цифровое, игра закончится. В хорошем смысле этого слова для биткоина. Но до этого еще далеко, как мне кажется. Хотя на этом рынке все происходит так быстро, что может быть я ошибаюсь. Другие свежие новости по телевизору показали Ларри Финка из Блэк Рока. И он буквально спорил с ведущими о том, почему биткоин это современное цифровое золото. Он сказал, что биткоин защищает от инфляции и рисков контрагентов, связанных с правительствами и центральными банками. Правительство США и ФРС США плотно сотрудничают с Блэк Роком. Они буквально работают с этим парнем. И он говорит, что биткоин это способ защититься от них. От центрального банка, от ФРС США, от политиков, от правительства. Друзья, биткоин не мог даже мечтать о лучшей рекламе для себя. Биткоин-терапист пишет, в мире богатство на 90 триллионов долларов, а в биткоине всего лишь один. Тоже заставляет позитивно задуматься о долгосрочном будущем биткоина, не так ли? Давай посмотрим на некоторые цифры ETF и закончим одним крутым графиком. Итак, здесь мы можем увидеть, что оттоки из GPTC стали меньше за последний день, чем за предыдущий. А вот притоки в Блэк Рок стали больше. Притоки в Фиделити при этом стали меньше. На графике это выглядит следующим образом. Зеленый это Грейскейл, синий это Фиделити и красный это Блэк Рок. Грейскейл все еще испытывает большие оттоки. Однако Блэк Рок и Фиделити, а также и другие ETF-ы умудряются не только проглотить большие продажи Грейскейла, но и выкупать то, что остается на рынке кроме них. Самое интересное в этом то, что все эти продажи от FTX, Грейскейл, Digital Currency Group, Alameda и других в скором времени закончатся. И еще интереснее, что и в FTX и Грейскейле застряли инвесторы в различные активы, биткоин, эфир, соланы и так далее. И наверняка многие из них с тех пор в большом плюсе, если только не покупали у фондов с большой наценкой. И при продажах уже работает правило прироста капитала. То есть придется платить налоги. Поэтому этим людям проще заплатить 1,5% комиссии, например, спотовому биткоин ETF от Блэк Рока, что позволит им избежать налога в раз и прокатиться до пика этого цикла 2. Это и происходит. Вот почему цена так растет. В любом случае скоро продажи Грейскейла прекратятся. Это совершенно ясно. Учитывая, что сегодня 40 день после начала торговли спотовыми ETF, я подумал, что вот этот график довольно ироничен. У нас был 20 лучший день по притоку денег из 40 дней. Неплохо. Однако ты можешь наблюдать вот этот спад в последние дни. Пятница обычно на спаде, а вот понедельник и четверг очень активные. Это можно как-то использовать для торговли биткоином. Также общий денежный поток ETF и все еще стремительно растущий. Это вот этот красный график. Синяя диаграмма при этом показывает чистый положительный приток в эти ETF, которые сейчас становятся монстрами. Приток средств в эти 9 ETF составил 20,1 миллиарда долларов за все время. Мало того, что они не только проглотили 10,5 миллиардов долларов продаж от Грейскейла, так еще и выкупили биткоины с рынка на сумму 9,6 миллиарда долларов. Опять же подчеркну, помни, что инвесторы, которые были в GPTC, это не традиционные розничные инвесторы, как мы, которые держат биткоин. Это были спекулянты. И как только это давление Грейскейла и его спекулянтов исчезнет, мы увидим сумасшедшие взрывы и росты цен. Так что не думаю, что 70 тысяч долларов для биткоина это конец. И самое интересное, что спотовые биткоины ETF выкупают около 10 тысяч биткоинов в день. И на этом фоне майнеры добывают всего лишь 900 биткоинов, из которых продают лишь 80%. Мы выкупаем в 10 раз больше добычи биткоина. А после халвинга это и вовсе будет всего лишь 450 монет вместо 900. Кстати, вот этот график также показывает нам и то, сколько биткоинов покидает систему, финансовую биткоин-систему. Например, вчера было выведено около 3266 монет. Не самый масштабный день, как ты видишь на этой диаграмме. Однако помни, это количество, покидающее систему, будет уменьшаться по мере роста цены. Потому что с ростом цены потребуется больше долларов, чтобы перемещать это количество. То есть забирать его с рынка и куда-нибудь отправлять себе на холодные кошельки, например. Или на кастодиан для спотовых биткоин ETF. Когда появились ETF, и вот здесь биткоин стоил 40 тысяч долларов, сейчас 70. И это всего лишь за 40 дней. В общем, на данный момент все выглядит волнующе и оптимистично. В деньгах важно изучать историю. Прошлое не всегда говорит о том, что произойдет, но часто рифмуется. И если оно срифмуется и на этот раз, биткоин достигнет 99 тысяч долларов через 40 дней. И возможно, 155 тысяч долларов в мае следующего года. Но это лишь предположение, не гарантия. И оттого воспринимать это как финансовый совет не нужно. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok